162-я дивизия продолжает действовать в районе Джабалии, на севере сектора. За минувшие сутки были ликвидированы десятки террористов. Обнаружен и уничтожен склад оружия. Продолжается разрушение инфраструктуры террора. Бойцы бригады Кфир продолжают действовать в районе Бейт-Лахии. Ими за сутки были ликвидированы несколько групп боевиков. Прозвучала тревога в Монаре, около границы с Ливаном, предупреждающая о ракетном обстреле. Часть из них была перехвачена, остальные упали на открытые местности. В преддверии 85-й годовщины Хрустальной ночи германский бундестаг принял резолюцию «Никогда больше. Защита, сохранение и укрепление еврейской жизни в Германии», которая запрещает поддержку антисемитских неправительственных организаций. Документ осуждает рост антисемитских настроений как в правом, так и в левом политических лагерях, отмечая, что антисемитизм резко усилился после атак Хамас на Израиль 7 октября. После принятия этого документа школам и университетам будет предложено применять более строгие меры реагирования после антисемитских инцидентов в форме отстранения от занятий и расследований, вплоть до исключения в особо серьезных случаях из учебного заведения. Он также призывает к разработке руководящих принципов против антисемитизма в искусстве и культуре. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху сравнил нападение на евреев в столице Нидерландов Амстердаме с событиями «Хрустальной ночи», произошедшей в Германии в 1938 году. В своем обращении он напомнил, что погромы нацистов в Германии привели к убийству 6 миллионов евреев. Некоторые болельщики заявили, что подверглись нападениям задолго до атаки в Амстердаме. Напомним, 7 ноября вечером израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами Маккаби, Тель-Авив и Аякс, подверглись нападению в нескольких точках города.